Хотелось бы назвать iPad with Retina Display, или в народе просто iPad 4, совершенно новым устройством, логично продолжающим линейку самых лучших планшетников в мире iPad, но едва ли получится. Это планомерное обновление модели третьего поколения, The New iPad. Как видите, упаковка устройства почти такая же, как и раньше. Можно играть в ND3 отличия. Внутри традиционно обнаруживается iPad в аккуратной пленочной обертке, зарядное устройство и метровый кабель нового образца Lightning. Компоновка элементов в боксе идеальна, настоящий дзен. iPad 4 красивый монументален. Передняя панель полностью скрыта под тонким и прочим закаленным стеклом. Мощная начинка скрывается в корпусе из цельного куска неокрашенного алюминия. Компоновка разъемов и управляющих элементов неизменно со времен первого iPad. Гнездо для подключения наушников, кнопка Power, переключатель беззвучного режима, качелька регулировки громкости. Кнопка Home тоже на своем месте. Если сравнивать iPad 3 и iPad 4 внешне, то заметим всего одно отличие. На смену устаревшему 30-пиновому коннектору пришел новичок Lightning. Он двусторонний, что значит при подключении кабеля не придется высматривать, где вверх, а где вниз. Намного более компактный и вообще долой старая. В остальном же все тот же классный iPad. Не смущайтесь толщины, это бутерброд из iPad 3 и iPad 4. Включим экран и увидим ровно то же, что и раньше. Шикарный дисплей на 9,7 дюйма, ретина с разрешением 2048 на 1536 точек, матрицу IPS с отличными углами обзора. Это что касается картинки. Главное отличие новинки новый процессор. Он как и раньше двухъядерный, но теперь работает на частоте 1,4 ГГц. Изменилось также и графическое ядро, а вот оперативной памяти все еще гигабайт. Но больше iOS и не требуется. Благодаря более современной технологии производства компонентов, производительность железа поднята очень существенно, если верить тестам в два раза. На практике разница не столь заметна, просто iPad 4 немного шустрее предшественника. Ощутимо быстрее снимает камера, быстрее открываются программы, устройство реагирует на ваши команды на долю секунду раньше. В основном заметно при прямом сравнении с предшественником. В обычных сценариях iPad просто очень шустрый планшет. Последнее нововведение iPad 4 предельно универсальный сотовый модуль, работающий с большим диапазоном частот стандарта LTE. В США, Канаде и Европе iPad 4 может невероятно быстро загружать контент, будь то почту или фильмы в HD. К сожалению, толку у нас с LTE пока, и еще долго, никакого. Завершу опыск про iPad 4 маленьким итогом. iPad 4 лучше предшественника, немного быстрее имеет больший запас прочности. Еще чуть-чуть и подоспеют игры, способные раскрыть потенциал железки. Но при том iPad 3 нисколько не выглядит устаревшим гаджетом, место которому на полке музея. Он еще тоже ого-го, как у iPad. Надеюсь, обзор оказался полезным. Комментируйте, подписывайтесь на наше видео, и дальше интересуйтесь техникой Apple. Пока!